всем привет уважаемые рыболовы рад поприветствовать вас на канале спиннингист 38 и сегодняшнее видео будет посвящено обзору приманочек под названием флажок мандула ну или просто тапки данная приманка имеет вот такой вот форму тела которую сейчас более полноценно рассмотрим но почему у него у данной приманки такое вот странное название да все очень просто данный тип приманок изготавливается из полиуретановых ковриков то есть из так сказать ковриков или тапочек которые уже пришли в негодность принципе сделать такую приманку несложно можно это сделать самому для ее изготовления понадобится там трубка определенного диаметра и в принципе молоток остальные там заготовки в виде проволоки крючков это уже как сопутствующие так сказать моменты изготовления я приобрел данные приманочки в одном из интернет магазинов в этом сезоне как и обещал многие спрашивали ловят такие приманки у нас или не ловят вот в этом сезоне обязательно будет видео которое будет посвящено ловли данными приманочками должен сказать что данный тип приманок конкретно мандула или флажок подходят далеко не для всех типов и видов водоемов на наших реках я использовал такую приманочку поймал там несколько щучек на нее и потом оторвал и почему так произошло да все очень просто чаще всего данные тип приманок используется на водоемах с чистым дном у нас на реках при ловле на реках чистое дно практически отсутствует в тех местах где по крайней мере находится рыба благодаря тому что раньше на водоемах происходил сплав леса ну и в принципе в поводок довольно таки большое количество леса несет и этот лес тонет оседает на дне на участках со слабым течением то соответственно с в основном русло рек она закоряжена поэтому ловить приманкой оснащенной двумя тройными крючками используя чисто джиговую проводку то есть ступенчатую проводку очень сложно и практически срок службы такой приманки будет ну очень низкий и маленький поэтому так сказать в основном и основное назначение где мы будем использовать и где я лично буду использовать данный тип приманок это водохранилище в течение двух сезонов прошлых я активно изучал участки и заливы иркутского водохранилища в принципе понял где на каких участках стоит щука и где в какой период времени ее можно половить именно джигом таких участках довольно таки много на заливах есть крутые бровки крутые различные свалы и на этих свалах вот эта приманка думаю отлично себя покажет при ловле щуки почему вот ловить придется именно классической джиговой проводкой данная приманочка не имеет собственной игры поэтому ее нужно немного анимировать если вы будете делать заброс и вести ее равномерно рыба при таком способе игры ловиться не будет на волнообразной проводки если будем выполнять в толще воды рыба какую-то реакцию будет делать но тоже она будет думаю ним не очень большой и довольно-таки слабый основной вот характер поклевок рыбы у меня лично тех щук которых я поймал до момента пока оторвал эту приманку все поклевки были либо на стоячей приманки на дне то есть флажок он имеет всегда положительную степень плавучести сам полиуретановый материал он всплывает сейчас более подробно при рассмотрении приманочки скажу об этом и покажу как примерно в воде приманка будет находиться и вот характер как раз поклевок был либо на падении либо на когда приманка просто лежала на дне немножко может быть там какие-то шевеления приманочки были потому что все таки даже на водохранилище какой-то переток в и течение присутствует все равно передвижение так сказать массы воды и соответственно приманка какую-то игру там создает даже находясь казалось бы в неподвижном состоянии ну что ж давайте сейчас рассмотрим приманочку и посмотрим как ее оснащают и вообще что она из себя представляет данная приманочка упакована в такой стандартный пакетик который используют сейчас многие так как производители или люди которые изготавливают сами приманки упаковочка недорогая и принципе ничего из себя такого сложного не представляет давайте достанем непосредственно саму приманочку и посмотрим насколько качественно она выполнена и что же она из себя представляет взял я вот три мандулы специально так сказать для того чтобы потестировать и показать в принципе что данный тип приманок все же ловит и у нас на водоемах так извлечь приманочку очень сложно даже видите из пакета потому как острые тройные крючки производителя конечно крючочков я не знаю очень хорошо цепляются за пакетик размер приманок который я вот приобрел и которые я буду использовать он довольно таки и большой то есть это приманки в основном для ловли крупной рыбы то есть вот такие вот по размеру приманочки они бывают 2 составные 3 составные и иногда так сказать 5 6 составные принципе можно изготовить приманку любого размера и так сказать формы бывают кругленькие ци я взял цилиндрические размер приманочек давайте посмотрим то есть он довольно такие значительный вот приманочка вот в такой версии то есть трех составная имеет размер 11 сантиметров то есть в принципе размер довольно таки и среднего по размеру воблера вот еще две приманки взял более меньшего размера то есть длиной 75 где-то 77 миллиметров то есть приманки сами по себе они могут быть любого размера и любой геометрии мандула как уже сказал это не что иное как вот такая приманочка очень хорошо и качественно выполнена то есть флажок здесь видно что изготавливал не знаю это заводское изготовление или нет но изготавливал кто-то кто и делал это уже видно не первый раз то есть качество изготовления очень очень высокая крючки которые используются я не знаю овнер это или нет но они довольно таки большого размера очень острые и в принципе на внешний взгляд выполнены качественно часто мандула оснащается опушкой то есть опушка нужна для привлечения внимания хищника так как приманка на равномерке никакой игры не имеет ее нужно вести небольшими подбросами или ступенькой именно на этом основана ловля с помощью данной приманки часто на данные приманки ловятся и мирные рыбы это тот же лещ тот же сик как многие пишут ленок думаю возможно может быть пойман на данную приманку также сом частенько попадается и налим на наших реках в принципе практически вся эта рыба есть на водоемах где есть судак жерих и другая рыба они тоже активно ловятся многие считают эту приманку именно приманка создана для ловли судака на самом деле конечно это не так любая приманка может ловить поймать и ловит разного хищника проверим насколько хорошо и качественно и будут ловить у нас на водохранилище щучку как уже сказал оснащается приманка вот таким разборным грузиком то есть стандартной чебураской с петелькой другим способом оснастить ее просто не получится все стандартно продеваем то есть ушка не продеваем уже непосредственно в нашу груз головочку вот таким вот образом в воде приманка находится вот в таком положении то есть если вот тут у нас дно то приманка будет находиться в вертикальном положении малейшие рыбочки или подергивание кончиком спиннинга приведут приводит к тому что приманка начинает играть даже волочение по одну приманки то есть когда мы груз тащим так сказать волоком по одну уже привлекает внимание рыбы эти приманки как многие утверждают ловят хорошо именно осеннего и ранне весеннего то есть даже часто зимнего хищника именно в тот период времени когда рыба очень так сказать мало активно вот эта приманка по мнению многих людей является очень очень результативной насколько у нас хорошо будет ловить как уже сказал проверим но я в принципе как уже говорил рыбу на такую приманку ловил в принципе понимая что и как делать почему взял разного размера да все очень просто щука на разных водоемах предпочитает приманки разного размера судя по всему это связано с кормовой базой то есть с тем кормовым видом рыбы которым питается щука часто очень в принципе резина вот таких размеров отлично ловит но как утверждают многие мандула сравнимо полуистости с поролонкой на поролонке тоже в этом сезоне по ловим в принципе игра из тип анимации у них схожи давайте посмотрим сколько же вешают сама вот приманка размере допустим 77 миллиметров с крючком то есть и вес приманки вот три целых четыре десятых грамма масса соответственно очень очень низкая вот так называемая расцветка билайн как многие да говорят или тому подобное вот такая вот беленькая расцветка сейчас сравним ее вес то есть вот видите приманки могут одного размера вешать по-разному с чем это связано конечно же с размером самой вот этой заготовочки то есть здесь секция заготовка из разного цвета материала в принципе обработанного и довольно таки качественно выполненного приманка трех составная будет вешать конечно же больше то есть вот четыре целых и три и четыре десятых грамма вес небольшой с одной стороны но при этом надо помнить это приманка обладает очень большой степенью плавучести поэтому использовать придется довольно таки крупные груз головки если вы ловите с тем же силиконом на каком-то определенном участке используйте допустим вес головочки там 8 10 12 грамм то здесь уже придется ставить 16 и больше до 20 думаю грамм на том же самом участке потому что приманка очень большую степень плавучести имеет и выполняется всегда они только в плавающем оснащении хотя конечно можно дополнительно груз какой-то поставить само тело приманки но думаю это приведет к тому что приманка будет собирать подводный мусор благодаря тому что тройные крючочки на приманки чаще всего есть они с одинарными но все равно зацепистость у этой приманки очень высокая и чаще всего как я уже сказал ее используют при ловле хищника на чистых русловых участках то есть это трубы участки так сказать с прямолинейные где минимально возможное количество препятствий и зацепов я несколько таких участков знаю на реках но не знаю удастся ли половить там а вот на водохранилище такие приманки будут отлично подходить для ловли щуки в принципе в основной упор я на водохранилище и сделаю при ловле такими вот объемными и крупными приманками которые как я уже сказал можно в принципе изготовить и самому но стоимость их невысокая поэтому я заморачиваться не стал и просто купил вот три штуки так что ребята кому интересно насколько будут уловисты данные приманки и смогу ли я их разловить обязательно подписывайтесь на канал впереди нас ждет интересный и незабываемый сезон рыбалки всем желаю удачи больших крупных трофеев ну и до скорых встреч всем пока